Приветствую всех! Ну, что, как вы знаете, у нас произошли многие изменения на ЕГЭ по физике в 2022 году. И вот, что касается 25-го задания, если раньше была молекулярная физика и термодинамика, сейчас уже добавилась механика. И еще главное отличие в том, что ребята должны предоставить решение в развернутом виде. Ну, и я подобрала для вас несколько задач. Давайте сразу к ним приступим. Вот, первая задача, она взята из демо-версии ЕГЭ 2022 года. Наверное, ну, многие уже успели посмотреть, да? Ну, смотрим номер задачи. 1, 2, 0. У нас есть груз массой 75 килограмм. Его медленно поднимают с помощью рычага. То есть, есть что? Груз массой M большая. 75 килограмм. Его поднимают с помощью рычага, проложив вертикальную силу F. Вот вы можете увидеть рисунок. Рычаг сделан из однородного стержня массой 10 килограмм. То есть, у нас рычаг сам тоже имеет массу 10 килограмм. И известная его длина L большая 4 метра. Шарнир на закреплен. То есть, один конец его закреплен. Определите модуль силы F, если расстояние B от оси шарнира до точки подвеса груза равно 1,6 метров. Обозначить буковкой B и 1,6 метров. Считать, что трения в шарнире отсутствует. То есть, наша задача определить силу. Ну, как вы уже, наверное, поняли, это задача на равновесие. Ну, и для того, чтобы записать условия равновесия, нам надо сперва указать силы, которые действуют на нашу систему. Рисунок давайте нарисуем. Рычаг поднимает первых силой F. И тут скреплен у нас груз массой M большая. Ну, и записываем силы, которые действуют на нашу систему. На рычаг, так как имеет массу, действует сила тяжести. Сила тяжести, она направлена. О-о-о! Вертикальная вниз. М маленькая. Ж. Также у нас на грузик действует сила тяжести. M большая. Ну, получается, из-за того, что на грузик действует сила тяжести, но действует на рычаг и тянет его вниз. Давайте обозначим его буковкой. Ты большая. Ну, и само собой, наш рычаг, он держит наш грузик силой тяжести. Главная особенность, ну, вот в чем подключается, в том, что его медленно поднимают. То есть, это означает то, что сила натяжения нити M на M G. Ну, и давайте запишем условие равновесия относительно вот этой точки. Мы знаем, так как один конец его закреплен, сумма моментов должна быть равна моментов сил. Должна быть равна нулю. Ну, мы знаем, что сила F. Плечо этой силы L. Минус, у нас есть, M маленькая G умножить на, так как серединка, будет L пополам, и минус M большая G умноженное вот это расстояние B. И наша задача отсюда определить силу. Для этого, вот, ну, все неизвестные, перекидываем в левую сторону, и отсюда мы получаем то, что F равно, М маленькая G, L пополам, плюс M, G, B делить на L. Ну, или можно упростить, что-то G можно понести за скобку. M на 2 плюс M большая D и на L. И если вы подставите численное значение, у вас получится 350. Это он. Все. Дальше идем? Ну, если у вас есть вопросы по первой задаче, можете задать их. Вопросов нет. Поэтому мы идем дальше. Пока я стираю, вы можете смотреть на следующую задачу. Задача номер 2. Ну, что я хочу отметить, то, что вот 25-е задание, если я оценивалась раньше в 1 балл, сейчас оценивается в 2 балла. Главное, все вновь вводимые единицы, которые не, ну, точнее, величины, которые указаны, не указаны в условии, мы должны объяснить. Ну, и что, в конце, ну, обязательно указываем единицу измерения физической величины. Ну, в общем, речь говорит в этой задаче о велотренажерах. И у нас есть что? Спортсмен. Он крутит педали, находящиеся на расстоянии R от оси их вращения. Задача номер 2. И здесь есть радиус колеса велосипеда велотренажера 20 сантиметров. Угу. С частотой. Ну, 15 оборотов в минуту. Прикладывая к каждой из педали в направлении ее движения постоянную силу 50 нитонов. Насколько градусов нагреется алюминиевый диск массой? 5 килограмм. М равно 5 килограмм. За время 30 минут. Это равно 30 минут. Считайте, что вся работа спортсмена расходуется только на разогрев диска. Что мы должны определить? Насколько градусов нагреется? Давайте обозначим. Дальтотал. Угу. Пусть это будет. Решение. Тут сказано то, что вся работа спортсмена, она идет на что? На нагревание диска. Поэтому мы можем записать то, что работа, механическая работа, она тратится на количество теплоты, которое идет на нагревание диска велосипеда. Ну, механическую работу мы можем определить по формуле F, S. на нагревание, C, M, дельта. Ну, тут у нас октал, поэтому опять мы пишем тал. Угу. Ну, тут задача, именно в этой задаче не указана удельная теплоемкость алюминия, но у детей, так как вы знаете, ну, вы знаете, есть справочный материал, и по идее удельная теплоемкость алюминия – это 900 джоулли килограмм градус. Ну, смотрим, что у нас есть. Наша задача определить дельта-тау, силы есть, удельная теплоемкость есть, массы есть, нет, чего? Пути. Вот получается, S – это то расстояние, которое проходит ноги вот этого нашего спортсмена за время T. Ну, и получается то, что там же они стоят на месте и делают оборот, оборот, оборот. И тогда мы можем длину окружности 2πr умножить на число оборотов. И так как мы ввели новую единицу, по идее, в этой задаче тоже надо было указать M – число оборотов за время T. Ну, и само собой число оборотов можем определить, как что произведение частоты на время. Ну, и сюда подставляем, ну, в основную нашу формулу подставляем вот эти две, и мы получаем 2πr нютэ равно цм дельта. И отсюда у нас дельта тау равно 2πr нютэ и делить на тут элф и на цээл. Вот, наверное, так решили многие, но мы же знаем то, что у нас две ноги, и поэтому мы умножаем на 2. Потому что сила будет в два раза больше. И тогда это будет 4πr tf делить на цм. Вы можете подставить численное значение. И получится ответ, если не ошибаюсь, 12,56 градусов. Также можно было эту задачу решить через мощность, но я посчитала, что так легче. Если у вас есть вопросы, то можете задать. Если вопросов нет, то мы, наверное, пойдем дальше. Поршень может свободно без тренинга. Без тренинга перемещаться вдоль стенок. И у нас что есть? Внутри вот этого засуда находится воздух. Площадь поперечного сечения засуда 20 квадратных сантиметров. Расстояние от дна засуда до поршня равно 25 сантиметров. Давайте обозначим это расстояние через L. Атмосферное давление П нулевое. 100 ккалей. Давление воздуха в сосуде равно атмосферному. То есть вначале ее давление были одинаковые. Поршень медленно перемещают на 5 сантиметров влево. То есть объем сосуда у нас уменьшается. Вот это расстояние давайте обозначим через X. 5 сантиметров. При этом температура воздуха не меняется. Какую силу требуется приложить, чтобы удержать поршень в таком положении F. Ну и давайте нарисуем рисунок. У нас есть поршень, который горизонтально расположен. Вначале говорится то, что давление в сосуде равно нормальному атмосферному давлению. И почему именно, если этот сосуд, он находится, ну он может перемещаться в таком положении, точнее может перемещаться без трения, находится вот в таком положении. Потому что внутреннее давление, давление внутри сосуда равно внешнему давлению. потом перемещают сосуд на 5 сантиметров влево. То есть объем у нас стал меньше. Нам надо найти, какую силу надо приложить. Давайте запишем для первого слоя, для первого случая, то что P1 равно P0. Вот когда удерживают, что это означает? То, что сила, с которой наш воздух, который внутри сосуда находится, сила, с которой воздух внутри сосуда действует, F, она равна силе, которая удерживает, и плюс еще сила атмосферного давления. Так, давайте это через F1. Тогда вот эти силы тоже будут. F1. Тогда мы можем записать, что, ну так как эти силы одинаковые, что для силы давления воздуха, которые находятся внутри, силы будет равны, что там давление же меняется, когда мы вдвигаем поршень на 5 сантиметров, P2S равно, ну так как эти давления одинаковые, мы можем написать, P0S, сила действия атмосферного воздуха, то есть внешнего воздуха, плюс еще сила, с которой удерживает. Дальше, что мы можем написать? Мы знаем то, что давление, ой, точнее температура, не меняется. Значит, это эзотермический процесс. Записываем в закон Бойля-Мариотта, P1, V1 равно V2. Давайте распишем. P1, V1, то у нас, так как вот это расстояние у нас равно L, площадь у нас, естественно, S, объем будет, ну, можем найти, как произведение L на S. Дальше, V2. V2, это уже измененный объем, вот это, если дает на 5 сантиметров, длина посуда будет равна L минус X умножить на S. То есть, для того, чтобы найти силу, мы можем отсюда выразить P2. S сокращает сюда P2 у нас равно P1L делить на L минус X. Проклассно? Ну и что? Подставляем сюда, сразу можем выразить формулу села F1, S, P2, тут, так как давление одинаковое, я пишу P1, или же это будет F1L, L минус X, минус P1. Можем P1 вынести за скобку P1S, L, L минус X, минус единиц. Также нам, наверное, надо указать, что такое P1 и P2. P1, то что давление воздуха внутри сосуда, в первом, в начальном положении. P2, давление воздуха внутри посуда, после, перемещение, на вырастание. Я не помню, какой ответ выходит, давайте посчитаем. P1, равно нормального атмосферного давления 10 в 5, площадь 20 квадратных сантиметров, то есть 20 умножить на 10 минус в четвертой степени. И так, расстояние 25, 0,25, 0,25 минус 0,05, то есть перевела, ну, можно было и не перевести, не перевести, но тем не усоединиться. Я сейчас рассчитаю. 25, 25, минус 0,25 умножаю на 200. Получаю равно 50, 50, что вопрос есть по этой задачи так если вопросов нет мы успеваем да давайте перейдем к следующей задачи груз массой у нас есть кротик паста и нальталов 4 килограмм взятая за это задача с вами дебитовой подвешено пружине жесткостью 100 метров к потолку лифта лифт равно ускоренно поднимается вверх на расстоянии 5 метров в течение двух секунд еще у нас известно время две секунды каково удлинение пружины при установившемся движении груза то есть наша задача определить удлинение пружины дельта как всегда давайте нарисуем рисунок всегда детям говорю в любой непонятной ситуации по физике рисуйте рисунок у нас есть лифт поднимается с вверх и что подвешен подвешен грузик на пружине надо указать какие сила действует на этот крючком явно сила тяжести направленная от контра вниз и сила округлость надо записать ну так как лифт у нас движется с ускорением вверх надо записать второй закон сила упругости это у нас к для того чтобы найти дельта л у нас нет ускорения мы знаем что лифт он движется как равно ускоренно и в начале он достал получается начальная скорость его равна нулю поэтому мы записываем формулу пути при равно ускоренном движении без начальной скорости это в квадрате подставляем и тогда у нас для детка дельта л минус м же равно м 2 с на т в квадрате подставляем численные значения можно по идее найти общий преднаменатель упростить можно и так 4 4 4 4 4 минус до переходит по знакам плюс ага делить на как 5 12 целых пять 4 4 4 4 5 5 5 сантиметров вопросы есть по этой задаче если у вас вопросов нет то у меня все